Это Любовь Соболь. Единороссы подготовили законопроект, который ужесточает наказание по статье оскорбления и существенно расширяет возможности применения этой статьи. Пострадать от этих нововведений могут те, кто критикует и высмеивает власть. Об этом всем пишет газета ведомости. Как известно, с марта прошлого года в России действует закон об оскорблении власти. Поэтому закону гражданину может грозить штраф до 100 тысяч рублей за первое неуважительное высказывание про власть, штраф до 200 тысяч рублей и арест до 15 суток за второе и штраф до 300 тысяч и все тот же арест за третье и все последующие. В результате применения этого восхитительного закона были выписаны штрафы за посты о сказочном Путине, за посты о Путине и низких зарплатах и из-за ролика ку-ку это я. В сентябре правозащитная организация Агора опубликовала статистику за полгода. Из нее видно, что больше всего штрафов выписано за высказывания про Путина. Но есть даже дело о критике Росатома. И вот теперь новая инициатива. Теперь единороссы предлагают существенно расширить применение административной статьи оскорбления. Сейчас по статье 5.61 оскорблением считается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Депутаты, как пишут ведомости, хотят добавить к неприличной форме еще и унизительную, оскорбляющую общественную нравственность форму. А в числе возможных оскорбленных – группу лиц. Штрафы для граждан будут до 5 тысяч рублей за непубличные оскорбления и до 10 тысяч за оскорбления в публичных выступлениях в СМИ и интернете. Ну а еще должна появиться отдельная часть статьи для чиновников, а именно оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий или должностных обязанностей. За это в качестве наказания предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей и дисквалификация на срок до года. При повторном нарушении штраф возрастает до 100-150 тысяч рублей, а срок дисквалификации – до двух лет. Но не спешите радоваться тому, что теперь чиновника хама могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Как заявляет юрист Международного горы Дамир Гайнудинов, статья принципиально меняется и в очень нехорошую сторону. Она теперь сформулирована максимально неопределенно и широко. Оскорбление, по словам юриста, это всегда личное действие в отношении конкретного лица. В данном же случае добавляют группу лиц, то есть фактически смешивают с составом статьи за экстремизм, возбуждение вражды или унижение чести достоинства группы лиц с определенными признаками. Еще Гайнудинов заявил, что неясно, кто и как будет оценивать унизительную форму – это категория личного восприятия. В общем, юрист Агоры уверен, что все эти нововведения, как и увеличение штрафов – это очередной запрет критики и высмеивание власти. Статья о неуважении госорганов касается президента, правительства и федерального собрания. Теперь же появляется и защита для всех остальных чиновников рангом поменьше. Ею будут пользоваться те, кто может рассчитывать на благосклонные отношения суда, заявил он в комментарии «Ведомостям». Какой вывод из всего этого мы можем сделать? Я думаю, что нас ждет еще одна статья об оскорблениях с широким трактованием, и по ней смогут штрафовать людей, которые неуважительно высказались про кого-то из чиновников. Не только про Путина, но и про многих других. Но и в конце про то, что в прекрасной России будущего люди должны иметь право критиковать власть. И власти должны адекватно реагировать на критику, а не придумывать новые репрессивные статьи, которые бы позволяли штрафовать из-за расследования, карикатуры или посты, в которых люди высмеивают власть. Известная телеведущая Елена Малышева купила в Нью-Джерси, в 20 километрах от Манхэттена, особняк за 6,4 миллиона долларов. Об этом сегодня в своем новом расследовании рассказал Алексей Навальный. У фонда борьбы с коррупцией есть целый расследовательский сериал, пропагандисты, о людях, которые по федеральным телеканалам или в других СМИ так искренне хвалят нашу власть и рассказывают, какой молодец Владимир Путин. Например, Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией рассказывали про виллы Владимира Соловьева на озере Кома. У Соловьева вилл в Италии это отдельно удивляет две. То есть одной показалось маловато и купили две. Ну а что, красивые дома, красивые виды, озера Кома, входящие в НАТО, Италия? Почему бы телеведущему с телеканала Россия, который так хвалит Путина, не купить себе там две виллы? Там же в Италии у Соловьева есть вид на жительство, что он сам и подтвердил. Ну а как же виллы? И без вида на жительство, правда? Потом фонд борьбы с коррупцией рассказывал про еще одного телеведущего с телеканала Россия, Сергея Брилева. Он не просто владелец недвижимости в Европе, он еще и подданный королевой Великобритании. Да-да, у Сергея Брилева есть британское гражданство, а у его жены есть квартира в Лондоне, которая по документам стоит 700 тысяч фунтов. Наличие гражданства и собственности в Англии подтверждал сам Брилев. Виллы в Италии и британское гражданство. Чем еще нас могут удивить работники наших патриотичных телеканалов? Дворец в Нью-Джерси. Сегодня Алексей Навальный рассказал о том, что телеведущая с Первого канала Елена Малышева в 2016 году купила особняк в Нью-Джерси, в 20 километрах от Манхэттена, стоимостью 6,4 миллиона долларов. Она купила его в 2016 году за 6,5 миллионов долларов. 430 миллионов рублей по курсу на тот момент. И это был самый дорогой дом, проданный в этом районе в 2016 году. Дом выглядит вот так. И у него, по данным расследования, потрясающие интерьеры. Вот такие. Красиво, правда? По данным расследования, живет в этом доме сын Елены Малышевой, Юрий. Он врач и работает в госпитале Нью-Йорка. Это еще не вся недвижимость. Есть еще две квартиры в центре Нью-Йорка общей стоимостью 4,2 миллиона долларов. Они оформлены на юридические лица. И в расследовании подробно рассказывается о том, как они связаны с Малышевой. Посмотреть расследование можно на канале Алексея Навального. Очередная прекрасная история. Нам из телевизора рассказывают про страшное НАТО, про проблемы Европы или про то, как все плохо в США. Вот только вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что США бросили 27 миллионов своих граждан. Ну а телеведущие российских телеканалов в это время владеют вилами в Италии, имеют гражданство Великобритании или покупают себе особняки в Нью-Джерси. Видимо, так Путина и российскую власть хвалить удобнее. Власти города Рубцовск в Алтайском крае назвали нереальной задачей покупку средств защиты и еды для врачей за счет городского бюджета и решили обратиться к крупным промышленным предприятиям. Об этом сообщают издания Банкфакс, Медиазона и другие СМИ. Как пишет Медиазона, главный врач городской больницы номер 3 Василий Русских написал главе города Дмитрию Фельбину горсовету и председателю общественного совета по развитию предпринимательства при администрации города письмо, в котором рассказал о нехватке средств защиты для медиков. При том, что, как подчеркнул главный врач, зараженных коронавирусом привозят как раз больницу номер 3. Также у больницы, по сообщению Медиазоны, не хватает денег для выплаты компании, которая должна обеспечивать медицинских сотрудников едой. Председатель городского совета Василий Курганский сообщил, что за счет бюджета оказать помощь – это нереальная задача, но обещал обратиться по этому поводу к крупным промышленным предприятиям. Мне интересно, а где областные власти? Где Минздрав, правительство, Путин? Почему власти города во время эпидемии в ответ на просьбу главного врача помочь с покупкой средств защиты для врачей, должны разводить руками и просить что-то у промышленных предприятий? Что вообще происходит? Ну или вот, вчера Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, депутатов региональных парламентов и вообще однопартийцев, у кого есть соответствующие возможности, направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы. То есть вот вы партия власти в России, где есть нефть, газ и дача на Рублевке за миллиарды рублей, и вот вы призываете жертвовать месячную зарплату на помощь врачам. Серьезно? Ну и кто это говорит? Дмитрий Медведев, герой фильма «Он вам не Димон» и других расследований, и он призывает единороссов делать пожертвования. Да вы издеваетесь там что ли? Ну и происходит это в тот момент, когда у России есть резервы на триллионы рублей. Вот власти Рубцовска собираются отправлять какие-то письма промышленным предприятиям и говорят, что за счет бюджета оказать помощь – это нереальная задача. Именно в тот момент, когда у России есть триллионы рублей резервов. Сейчас разные страны мира разрабатывают и принимают беспрецедентные по своему объему планы поддержки экономики. США выделяет 2 триллиона долларов. Германия – более триллиона евро. России тоже нужна такая программа. Причем я уверена, что уже сейчас нужна, а не когда-нибудь потом. Врачи должны иметь средства защиты, бизнес понимать, как он будет работать дальше. А граждане знать, что у них есть государство, и оно им поможет. Они просто скажут, что денег нет, но вы держитесь. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok